Всем привет! Вы на канале HelloHellon, с вами Лена и Женя. И сегодня мы разберем, как закончить первое свидание, чтобы второе состоялось максимально быстро. Поехали! Слушай, Лен, бывают случаи, когда мужчины говорят, что я не хочу штамп в паспорте. Ну, это значит одно, что он не хочет брать никакой ответственности за вас, за вашу жизнь, за вашу, вообще, за вашу семью в целом. Какое решение? Ну, какое решение в целом, ну, здесь только два решения. Либо ты продолжаешь жить, так как ты живешь, тебя все устраивает, ты это принимаешь. Либо чемодан в руки и до свидоса, ищешь того, кто на тебе женится, кто возьмет за тебя ответственность. Мужчина, который даст фамилию твоему ребенку, который позовет тебе замуж, скажет, все, ты моя. То есть он говорит, вот, наша семья, вот, наш быт, я тебе забочусь, и все. Как иначе? Ну, нужно быть еще готовы к тому, что когда вы собираете чемодан или выставляете своего мужчину за дверь, когда приходит вот эта точка кипения, нужно быть готовы к тому, что вам действительно придется строить свою жизнь дальше одной, и, возможно, он не вернется обратно и не сделает вам предложение, потому что тут бывает два решения. Или он одумался, почувствовал страх потери и пришел с кольцом, или, как бы, до свидания. Но в любом случае вы не теряете свое время. Лена, все-таки скажи, пожалуйста, а как правильно подтолкнуть мужчину к тому, чтобы он сделал выбор? Ну, вот, есть же какие-то... Ну, я бы сказала так, что, дорогой, смотри, вот, у тебя все наглажено, у тебя все постирано, у тебя все идеально, я вот готовлю, я вот то-то делаю, но я не жена тебе, чтобы это все делать. И давай договоримся так, я вот некоторое время поживу у своей мамы, если все-таки ты решишься, что тебе все это нужно, и я в том числе, я тебя жду с кольцом у мамы. Ну, я бы так сделала, сработало бы, как бы не было. Смотри, два варианта. Если мужчина не хочет с тобой семью, все, это будет до свидания. И, конечно же, когда он привык получать и заботу, и душевное тепло, конечно же, он пойдет с заветным колечком. Ну, а если это мужчина, которого все устраивало, так, извините за выражение, на халяву, да, получить все, жену, и поэтому никакой ответственности не нести, да, с катертью, дорожка такому мужчине. Ну, почему на халяву? Не на халяву, это равный взаимообмен. В любом случае, любые отношения, это взаимообмен. Учитель с учениками обменивается знаниями, да, мужчина с женщиной обмениваются заботой друг о друге. Женщина на себя, получается, берет ответственность за отношения, она вкладывается в это, она заботится о быте, о своем ближнем видео, что тоже, как бы, немаловажно, о том, какая погода в доме. А мужчина просто все принимает. Это жесткий дисбаланс, так не должно быть. Жень, ну, а что делать тогда девушке, если, ну, вот не пошел? Ой, слушай, не пришел, круто. В любом случае, это перемены. Самое главное, у вас есть время для того, чтобы изменить себя. Изменить себя в хорошем плане. Вы можете поработать на своей внешности, на своей фигуре, посетить какие-нибудь психологические курсы, сходить к концу к психологу, потому что это не норма, так как было у вас. Можно изменить свой имидж, купить новые парфюмы, покрасить волосы в новый цвет и, собственно, в новое отношение с этим новым человеком. Купить парфюм невесты, тайсистерсти на Марселе, летящие крылья, беззаботность девочка, девочка, которая хочет на ручки, наверное, уже к новому мужчине. Да, это случится очень быстро. На самом деле, если внутренние перемены случаются быстро, то внешне они заставляют себя ждать. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ждем вас в следующем выпуске. Будем разбирать не менее интересную тему.